Всем здравствуйте! Простой белорусский парень запомнился нам работой на главном российском канале в программе «Достояние республики» и ток-шоу «На самом деле». Причины ухода Дмитрия с первого канала не озвучиваются сторонами. По одним слухам Дмитрий однажды вспылил, что его вовремя не отпускают домой, и пригрозил уйти, а его не стали держать. По другой версии Дима проявил недовольство и зависть по отношению к зарплатам других сотрудников, а именно Ксения Собчак, которую приняли ведущие на Докток на 7 миллионов, при том, что сам Шепелев получал за программу 5 миллионов рублей. Маловероятна и даже смешна версия о том, что Платон нынче идет в школу, и Дмитрий решил не омрачать его путь своими скандальными передачами. Благодаря первому каналу «Простой белорус с комфортом» обосновался в Москве, но до сих пор не поменял гражданство. Так что налоги со своих 5 миллионов он платит Белоруссии. «Для меня странно, что у нас своих ведущих не хватает, что нужно приглашать иностранцев. Как ты ассоциируется с неблагодарностью к России? Если она тебе столько дала, почему не поменять гражданство? Тем более жена и сын граждане России. Очень неприятно смотреть на разборки между родителями Жанны и Шепелевым. Я не доверяю ни той, ни другой стороне. Мне кажется, с обеих сторон люди далеко не гладкие и пушистые». Крестная ребенка и близкая подруга Жанны Ольга Орлова тоже жаловалась, что Дмитрий ее игнорирует. И как-то при случайной встрече грубо сказал «Нам не о чем с тобой разговаривать». Хотя Ольга ведет себя достойно, она не ввязывалась в конфликт, несмотря на то, что журналисты одолевали ее как-нибудь прокомментировать скандал. Так куда же делся Шепелев? У себя в социальных сетях он пока не раскрывает никаких секретов и не дает намеков. Все посты и фото свидетельствуют о том, как он проводит самоизоляцию у себя дома. Единственная активность – это участие в онлайн-занятиях в качестве лектора высшей школы Останкина. По информации, Дмитрий ищет пристанище на телеканале «Пятница». Кстати, мне нравятся их передачи про путешествия, особенно с Комаровым. Дмитрий там предположительно будет вести какую-то познавательную программу, не имеющую ничего общего со скандалами, расследованиями и прочими интригами. Эту информацию слили зрители, которые участвовали в записи эфира, несмотря на карантин. Зрители не рассказали о названии передачи, видимо, потому что это была пробная запись, которую руководство канала должно просмотреть, оценить и дать добро или отворот-поворот. По крайней мере, мы знаем, где можем увидеть в следующий раз этого улыбчивого парня. Несмотря на легкий негатив по поводу его гражданства, считаю, что Дмитрий получил очень большой опыт работы на Первом канале. Он органично смотрится на экране, приятен внешне, вполне сдержан и в то же время живой. Например, Тимуру Еремееву пока явно не хватает таких навыков. Тимур, выступая в качестве главного героя на ток-шоу по разбору его наследственных линий со Спартаком Мишулиным, производил очень хорошее впечатление. Практически его ни разу не вывели из себя колкие и даже гадкие реплики. Но до хорошего ведущего ток-шоу он явно пока не дотягивает. Возможно, с годами наберется опыта. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.